Портовая часть управления порта Эвадского грузового и дальше терминалы в заводах Мёртвого моря. Мы вчера с вами проезжали этот комбинат. Вот сюда его продукция поступает. Все те семи трейлеры, которые нам вчера приходилось с трудового гонять, вот сюда сводят свою продукцию. Дальше она на складах. Здесь ожидают потребителей. Затем покрытым транспортером загружают трюмы с логрузом, приходящих сюда, в основной страны и в Восточной Азии. То есть два направления. Отсюда в страны и в Восточной Азии уходит этот товар, а другая страна, на запад, в Ашдоцкий порт. И оттуда в Европу. Вот эти красноватые пагаузы, это все склады для химикалий Мёртвого моря. Завершается здесь, это грузовая часть, там стоят эти семи трейлеры, ожидающие раздрузки. Уже сюда даже и машины подзагоняли. Места не хватает, столько машин понавезли, играет. Каждый год подает на футбол 200 тысяч автомобилей. И дальше начинается снова, то есть продолжается эта огороженная зона. По-прежнему сюда туристам доступа нет. Это зона Ивадского нефтяного порта. Видите, причалы, выходящие в море слева, на краю такие, как журавли. Здесь стоят конструкции, это насосы, с помощью которых выкачивается нефть резервуара Ивадской нефтебазы. Четверть нефти примерно, потребляемого в Израиле, поступает через Ивадский порт. Получаем нефть из разных источников. Странки Российского залива, других стран. То есть с севера, там из европейских больше поставщиков, естественно, через Хайфу. А с юга, с юго-востока, через Ивадский порт. Отсюда нефть скачает по трубопроводу в Ашкилон, в Хайфу, то есть здесь закольцованная система. И в Хайфе и в Ашдоде у нас находятся два нефтеочистителя. Есть перерабатывающие заводы, там уже перерабатывается все это сырье. Нефтяной порт здесь завершает эту промышленную часть Ивадского бережья. Дальше еще небольшой кусочек, который был выделен для отдыха, для туристов. Еще одно сооружение. Здесь такие вот памятники своеобразные, как бы, Ивадской истории развития города. Некоторые радостные, некоторые печальные. Вот с правой стороны такой деревянный забор, домики там. Такой характерный комплекс, называется Техасское ранчо. Построенный был когда-то для киносъемов, где снимали фильмы о Диком Западе. Напоминаю, там в штате Колорадо, все эти каньоны, эти красноватые скалы. Потом превратили в такой центр туристический, очень своеобразный, экзотический. Тут бар, салон, турбаза. А потом все это закрылось, люди оставили, хозяева его. Здесь центр подводного плавания. Один из комплексов, такая бухта искусственная, где стоят корабли, выходящие в море, возящие аквалангистов. Здесь район, куда собирается народ, как бы любящий активный морской отдых. Не просто лежать на пляже, плавать, акваланги, серфинг, парашюты, все здесь. Гостиницы здесь стоящие. Имеют, так сказать, у себя на территориях прокатные пункты, магазины, где продается всякое оборудование. Есть даже здесь курсы, можно краткосрочно окончить подводного плавания. А на берегу есть центры проката, оборудование. Можно взять просто самые простейшие там виды, маски, трубки. Можно совершить заказ с аквалангом, с инструктором. Здесь, если есть разрешение, для шайон, можно самому взять на прокат. Почему именно здесь? Здесь начинается самая экзотическая часть Ивакского бережья, которую называют Коралловый риф. Темные пятна в воде, вот прям тут совсем недалеко от берега, Это кораллы, это коралловые острова. Правда, здесь тоже часть территории закрыта, ибо коралловый риф в Иваке объявлен заповедной зоной. Это самая северная колония. Это тоже уникальная. Это самая северная в мире. Кораллы любят более теплые воды, чем в Ивакском заливе. Хотя температура воздуха здесь 40-45 градусов и редко в течение лета. Вода в заливе почти не нагревается. То есть 24-25, может быть, у берега это предел. В глубине намного меньше, 23, обычно так, средняя температура. Поскольку есть подводные течения, которые как бы подмешиваются сюда. Глубинные воды и вода и не нагревается, и не остывает. То есть, в принципе, температура воды зимой 21, при этом 23-24. Вот так. Поэтому здесь круглый год сезон продолжается. Ну, еще одна такая экзотическая гостиница справа. Называется ее Таиландская деревня. Она официально звание Орхидея. Она действительно привезена сюда вся была. В разобранном виде. Из Таиланда все эти домики деревянные, детали привезли, собрали здесь. И сегодня все это покрыто зеленью. Здесь же находится Центр морских исследований. На южный филиал. У нас в Хайфе есть институт морских проблем, исследований. Центральный филиал. В Таиланде находится южный филиал. И дальше мы с вами, скажем так, начали свой путь. Как бы до побережья. От границы Иордании. Были почти на границе с Иорданией. Там буквально несколько сот метров. От дерева у нас от пограничного поста. А сейчас мы движемся на юг, на юго-запад. В направлении к границе второй. Граница с Египтом. На северо-востоке у нас Акаба. Ярданский город. Сейчас остался за спиной. А перед нами открывается панорама гор Синая. Это уже Египет. Горок впереди это Синайский полуостров. Это его самая восточная часть. Как раз здесь на границе и располагается еще один пост. Называется он Таба.